Проблема школы номер 8 возникла задолго до визита главы региона, но лишь личный визит позволил разрешить сложную ситуацию. В планах главного управления образования на 1 сентября был назначен перевод коррекционного учебного заведения в здание, которое расположено в микрорайоне Рябково. Это позволило бы организовать учебный процесс в соответствии со всеми нормами и правилами, а также открыть 10 и 11 классы. Необходимость перевода возникла в связи с требованиями нового федерального закона об образовании. В нынешнем здании школы не выдерживаются нормативы площади, которая должна приходиться на каждого обучающегося. Также сегодня занятия здесь организованы в две смены, а не в одну, как требует закон. Родители учеников школы обратились к главе региона с просьбой сохранить школу в центре города. Алексей Кокорин осмотрел учебные классы, мастерские и корпус, в котором по решению надзорных органов запрещено проводить занятия. Вот здесь я могу уже мастерская столярного дела, пожалуйста, задержите. Многие родители учеников не согласились с решением о переезде. В центре круга на вшаговой доступности объекты культуры и спорта, которые дети часто посещают. В ходе диалога Алексей Кокорин внимательно выслушал аргументы сторонников и противников перевода в школу Ребкова. По мнению последних, проблему решить могла бы реконструкция второго корпуса. Алексей Кокорин подчеркнул, что детально проанализирует все возможные варианты решения проблем, чтобы не только соблюсти требования закона, но и учесть интересы детей и родителей. Посмотрим, сколько детей можно будет разместить в полнокомплектных классах в соответствии с законодательством. Посмотрим, если мы будем реконструировать это здание, чтобы противопожарные мероприятия все соблюстили, сколько мы сможем там разместить дополнительно, понимаете, для того, чтобы не допускать переезд. Алексей Кокорин заверил родителей, что они не останутся один на один со своими проблемами. Встречи с жителями области по проблемным и сложным вопросам уже вошли в традицию главы региона. Вечером после визита глава региона принял принципиальное решение. Коррекционная школа номер 8 остается на своем прежнем месте, в центре Кургана. Главному управлению образования дано поручение к 1 сентября провести реконструкцию корпуса, в котором сейчас не ведутся занятия. Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.